Вот дальше потом, у меня есть информация такая, ну, недобрая, не могу сказать, можно сказать. Вот звонил этот Михаил с Москвы. В общем, в библиотеке книги назад отзывают, то есть по Москве какой-то приказ пошел, чтобы вернули книги. Я про это и говорил всегда. Самые лютые враги это лютые волки. Они все лезут к власти. Это как раз приговоры они себе подписывают. Они ничего не понимают, их нельзя спасти. Они снова возвратились на те же самые круги, когда Низоров говорит, вниз головой Попов будут с колокольца сбрасывать, а я этого не хочу. Они лезут везде. Библиотеки мирские, к ним никак не относятся. Это противозаконно, противоконституционно. А они не могут, они приговоренные. Дело в том, что они-то подписали договора, бумаги на руках есть о том, что мы принимаем с радостью, принимаем дар. Вот пример. Одна из наших прихожанок покупает книги, покупает, и пытается отправить своему сыну, который сидит за тяжелое преступление, убийство. Она, но у заключенных закон не больше пяти книг можно с собой возить. Это и понятно, что их с места на место пересылает. Она тогда для библиотеки приобретает и в тамошнюю библиотеку. Но там работает, то есть приходит туда, курирует, как называют, Поп из Новоалтайска, отец Михаил Погиблов. Фамилия Погиблов. Он сейчас в Санкт-Петербург его перевели или уже уехал там, я не знаю это. Он встал на пути, не принимает, потому что это от Лапкина. Но закона такого нет. У нас свой юрист, он составляет документ, на статьи ссылается, а они ничего не могут сделать. Книга-то должна достичь, она работает. Это возрождающие действия книги мои имеют. Тем более они написаны о человеке, который сам был каторжником. Что они делают? Он это все Поп там наворачивает. Любыми путями не допускать. Она тогда приходит пораньше, в день передачи, знакомится с людьми, узнает, кто работает в пятой бригаде. И они берут для своих детей, которые знают, кого Михаил, это тоже Михаил там сидит. И тот передает, эти книги начинают там работать. Поп на это меня останавливает, Симона выловить. Но вопрос о библиотеке-то так и остается. Они добиваются то, что библиотека маленькая и книги ставить негде. То есть мы не против, мы примем, но нельзя. Поп это самые главные враги нашего Отечества сегодня. Везде, где бы ни начиналось звучать слово Божие, они там стоят намертво. Это ищание ада сегодня можно назвать. Я неоднократно говорил, мы дали материал о крещении. Для Кистину православия отдельно. Я около 14 лет собирал материалы по строчке, на машинке отпечатывал. Но наконец мы издали. Я приспособился Алтайский государственный университет. Знакомый редактор Клименко Владимир Федорович, он сейчас одновременно редактором работает в Алтайской миссии. Газета называется в Алтайской епархии Московского патриархата. Очень хороший человек. У него 999 экземпляров для студентов, там раздают. А вкладыш не регламентируется сколько-то. Я приспособился, у него набор делаем. 999 это тысячи нету. Я делаю вкладыш 25 тысяч за свои средства. И прямо с редакции я забираю это. И с этими материалами о крещении мы везде, а не с фотографиями, ну один листик, один листик, газеты среднего формата. И вот он приезжает туда и раздают, в Святой Георгиевский храм у них там, в Новоалтайске. Выходит поп. Это что? О крещении говорят? Берет и рвет вот так вот. А там 136 ссылок на Святую Библию. Как правильно проводить крещение? На все 7 вселенских 9 поместных соборов, на апостольские правила, на правила святых отцов, на все жития святых и на все труды святых отцов Православной Церкви. Этой газете прикоснуться нельзя, чтобы не осветиться. Он и рвет перед народом. Вот так поступайте с ней. Это Юлисбергер рода человеческого. Они храхоборы. Они нарисовали икону, как хирот убивает младенцев. И это вот то же, что аборты делаете. И кровавое мясо валяется младенца, рука ногой. Там бабки-то своим детям говорят, приходите у этой иконы, получите исцеление. И сны дурные пройдут за то, что аборты сделали. Там катафалк. Они разбойники. И люди идут туда и поклоняются. Потому что абортист 99%. Это все прихожанки. Это Б в церкви, которую Максим Степаненко обозначил. А он на этом играет. И они думают, что о жертве Христа речи никакой нет. А теперь мощи вифлеянских младенцев. Привозят мощи вифлеянских младенцев. Да кто же их сохранил? Да откуда бы они взялись-то? Когда природи было. Где их убивали? Кто хоронил? Когда поклонение мощам, это прикосновение к мертвым оскверняет. Все безбожно. Академию окончил поп. Он окончил для того, чтобы оправдать любое безумие. И он поставил задачу, чтобы нигде не попадала ни одна книга Лапкина. А ее по листикам растаскивают. Заключенные мне пишут, ваша одна книга попала ко мне. У меня два адреса. В начале книги и в конце. И я посылаю отдельно им. Отдельно. Это никто так не делает. Но они книги обозвращают. Теперь ответьте, почему? Ну почему Достоевского не допускали в библиотеки? Ну было Есенина, не допускали. Это же все проходили уже. Как насысты. Специально уничтожали какие-то книги. Это в духовные насысты, коммунисты. В каждой моей книге три тысячи, повторяю, три тысячи, ссылок на Святую Библию. И они рукой прикасаются к ней. Они жгут. Почему? Они враги Христовы. Враги Христа Христова. Так они носят сан. Сатана принимает вид ангела света. Не надо бояться. А они книги в руках не держали. И он спрашивает, батюшка, ты книги-то, Лапкино, видел или нет, ты борешься? Нет, не видел. Ну хоть глазами-то видел ты ее? Нет, ну я знаю, что они вредные. Почему? А потому что он о нас не говорит хорошо. Это слова Ахава. Когда на войну собирался против пророка Михея. И еще выставили такое песнопение. Что скажет Бог, кто из реки и я. И я расчетисты, что делают. И поэтому Михаила я предупредил. Действия такие будут. Свободно мы пришли. Продается в магазине Майнкамп. Майнкамп Гитлера, переведенный на русский язык, свободно продается в центральном книжном магазине города Барнаула. Я в руках подержал ее. Ну зачем она мне эта мерзость-то? Свободно все это. Но в нашей книге Сергей у меня приобрел полный комплект. Положил туда. Ни одна книга не идет. А он договорился с продавцом. Ну пускай кто тут будет. Вот как брать-то? Стоит преграда. Они будут стоять сутками дежурить, околоть их книг. Не надо, эти книги завтра уберут. Но завтра не убирают. Там второй, третий день. Они что угодно делают. Это самые бессовестные люди. Самые безнравственные. Самые безответственные, наглые. Почему они в открытую меня не вызывают, ни синод, никуда? У них центрских отделов хватает в каждой епархии. Я перед вами живой еще, живой. Я прошу. Когда Павел стоял перед Агриппой и говорит, царь Агриппу, почитаю себя счастливым, что могу защищаться. Я лишен этого счастья, которое давал язычник, апостолу. А это попы. Они везде. Вот сейчас альтернативная служба разрешается не принимать присягу, но служить там раза в два больше срок сделать с больными, заразными. Ну, то есть, не заряжающим, не корректировщиком огня не стрелять. Закон, статьи Государственная Дума приняла. Заявление-то могут любой подать, но надо разобраться, верующие, не верующие. И кого избрали туда теперь? В военкомате, а попы сидят. В Чечне танки все освещали, попы ходили. Почему там первым делом отстреливали попов? Они мигом в кабуфляже оделись. За него платят, как за полковника, за любого. Это главные вдохновители крови. И вот здесь точно та же ситуация. Они сидят и уговаривают. Вот у нас этот ролик такой есть. Откуда Володя? Володя через них пришел пищников. Володя. Они сдали экзамен, но сдал нормально. Последний экзамен, а узнали, что они тут связаны. А как смотришь? А Сергей Радонежский воевал. Все. Его вышвырали за дверь сразу. Им нужны полковые, корабельные, священники, которые одобряли бы политику государства. Все одобрят абсолютно. Завтра скажут идти на Украину, пойдут куда угодно. Они все абсолютно поддерживают. Но куда пойдет власть? Они вместе с ней в вязанки пойдут, как с царем вместе. И церковь пошла на Голгофу. Им пощады не было, как класс были истреблены. Они дурные, дурные. Они бы взяли пример, что же случилось уже за это. Извлекли опыт, этого нет. А мои книги, это единственные книги у нас. Я повторяю еще раз, не беря на себя лишнего. Единственные книги, которые в этом направлении работают, открывают глаза. Как спаси этих попов, архиереев? Как? Я православный, на основе православной веры показываю, что так жить нельзя. Нельзя жить, называется верующим, без веры в Бога. Они не верующие совсем. Ну, мало еще написано. Архиерея спрашивает. Ну, вот вы говорите, каноны. Вот мы говорим. А вы-то подчиняетесь синоду. А Синод говорит не то, что каноны 9 поместных соборов, говорят, или 7 вселенских. Кого слушать? Они говорят, конечно, сегодняшняя архиерея. То есть они не православные сегодня, священники и попы. Не православные. Это юзберги рода человеческого. Я говорю о тех, которые так поступают. И вот они высвечиваются только на моих книгах. Они ни на ком так себя не обнаруживают. А для чего мои книги нужны? Для того, чтобы обнаружить, куда идет Россия. Я не пойму никак, Путин-то путается, зачем с ними вместе. Почему на совещаниях ни баптистов, ни католиков нет нигде? Что он православный? Да нет, конечно. Это все обольщение. До него, до его тела ты не доберешься. Ему просто надо показать. Ты сам считай, дорогой Владимир Владимирович, Библию. Поступай, как Бог велит. А не как тебе попы натравят. Дарят им иконы, всю эту комедию устраивают в храме. Путин тут, по крайней мере, вот как крестится. Вот, вот как крестится. А патриарх вот так вот все время. И куда-то туда в карман руку сует. Евгений Втушенко писал, говорит, вдыхает елей. Забрались снова на мавзолеи, на попов. И эти новые демократы. Руку крестят, то в нос, то в пах. Все в попыхах. И тут же попы. Обольстители толпы из той же самой партии попы. Я думаю, знаете, какое есть ощущение, что это реакция на посещение епископа. То есть такая ответка. Нет, 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 нет. И это не поэтому. Это я где был, там везде так. Я с этим встречался. Но я сам был, я мог сказать, забрать. Они нужны в другом месте. Это Бог делает. Мы молимся. Я каждый день поминаю Михаила. Как можно отнимать от народа, которому они допустили? Как они могут за него отвечать? Повторяю, мои книги в центральных библиотеках мира. Которые на руках. Вот сейчас наши ездили тут, где были-то. Они показывают, вот, два года назад или три года назад были. Книги стоят, но они не все растащили. Библиотекари, вы видели, в видео сидят. Там надежда сильно осталась, а они пошли. Они охотятся, прямо охотятся. У нас объявление о детском лагере. А они посылают семинаристов. И они пишут на моих объявлениях о детском лагере ересь. Детский лагерь ересь. А ему 42 года. Они совершенно обезумевшие. Они приговоренные. Их нельзя спасти. Но сказать нужно... Я нужен для того, чтобы показать им это. Как пророк Михей, мой любимый пророк. Я для них в данной ситуации пророком Михеем являюсь. Я говорю то, что скажет Бог. А не то, что архиерей скажет. Это видел только Андрей Кураев один. Открыто заявил об этом. Что мне это разницы нет. Что они обо мне думают, говорят. Я обязан выполнить волю Божию. Я вымаливаю ее. И поэтому Михаилу успокоил. Все идет так, как должно быть. Значит, книги работают. Мы с чего-то стоим. Если бы они не трогали. Книги мертвы. Они живые. Они тревожат. Сатана не спит. Он рычит. Михаилу-то радости мало. Ему теперь работы сколько ездит. Забирать теперь эти книги. Ему-то... Но если они говорят сообщить. Забрать. А можно сказать так. Надо можно. Библиотекарь. Я обычно не мог ехать. Ну как нам быть? Я говорю, вы сами хотели бы. Так я уже прочитала книгу. Я сроду не читала. Да я каждую книгу готова на эту целовать. Я говорю, и я вам благословляю. Забрать. Мне. Это мне. Все. Да у меня рассчитаться нечем. Бесплатно, дорогая сестра. Бери. Вы прихожанка какая. Да нет, я в церковь-то не хожу. А вот... А потом уже она и в церковь ходит, и все. Но она уже под пятой. Лизать подошву папа не будет. Я знаю, куда. Кто там есть? Я прихожу и сразу... Кто читал, читал. Ты хотел бы иметь эту библиотеку? Библиотеки книги. Да. Пожалуйста, заберите. Отдайте ему. Но у нас бумага. Верните нам нашу бумагу. У нас было это в Омске. Архиерей знакомый губернатору. Губернатор дал указание. Мы еще не вернулись с недельной поездки. А у меня уже достигло сообщение. Приезжайте, заберите книги. Библиотека Омска. Но она отошла потихоньку и говорит. Мы не виноваты. Мы же бюджетники. Нас уволят всех. Нам пришло распоряжение вашей книги вернуть назад. Но мы вам дали бумагу, расписались, что книги будем... Сохранить, выдавать. Вы нам только верните эту бумагу. Это совестливые люди. Они лучше этих попов. А вот они понимают. Я ему подарил. Он бумагу подписал для храма. Ну, кто-то сообщил. И он мне через 4 часа прошло, как я ему книги дал. Он меня смс бросает. Заберите книги, иначе я сожгу их. Это волки бешеные. А что с ним случилось? А ничего. Указание губернатора. А ему там архиерей давнул. А они друзья. Вместе будут в аду. Водом хатле сидеть. У них ничего нету против меня. Ничего нету. Вот они, когда допрашивали из Тула отца Иоанна Суворова. Они к тебе приедут. Допроси, не забудь его. Прямо допроси. Скажи, батюшка, подробно расскажи. Как ты зашел в епархию. Как они за Игнатия тебя терзали. Да попроси его. Он хороший батюшка-то. И скажи, что они имеют. И он им этот вопрос задавал. Да тебе зачем, говорит. Ты не знаешь, если с ним и все. То есть они под топор поставили его сразу. И это не один случай, не два. И они зовут нас к себе. Мы сохраняемся только потому, что мы находимся в РПЦЗ. Если бы мы были патриархией, в один день голову трубили. Они безжалостные. Они ломали бы меня. А меня ломать... Еще мне я весь изломан. Меня и ломать не надо. Но в духовном плане-то они здесь обжигаются. Они ничего не могут сделать. Ну, а проезжение дайте, что я говорю. Секретарь епархии. Один час, десять минут я говорю. Это ролики-то выставлены. В епархии, в здании епархии. Четыре священника сидят. Под каждым словом Игнатия Тихоновича могу подписаться. Говорит отец Сергий Беляев. Секретарь епархии Московского патриархата Алтайского края. Барнаул. Я говорю все данные. Сейчас, минуту. Вот вы можете мне на вопрос ответить? Произошло объединение русской православной и русской зарубежной церкви. Откуда вот этот негатив сейчас у русской церкви на зарубежную церковь? Почему это происходит? Почему негатив такой у них и зарубежника? Что значит слово зарубежное? Первый зарубежник это Христос. Он бежал в Египет. Говорит Тиан Затос. Великий беглец. Но мы не кагабисты. Мы не коммунисты. Не бывшие, не вчерашние, не сегодняшние. Что значит зарубежное? Это исход? Я спрашивал сколько? Четырех до семи миллионов. Никто не считал примерно. Мне митрополит Виталий сказал это. А когда нас гнобили они здесь, и когда стали они там принимать еще в девяносто первом году, вот тогда подали прошение туда сразу шесть священнослужителей Омской епархии. Шесть, в том числе, и в Тихий, который станет епископом. А почему? За безнравственность, архиерея, за то, что поднялся против правильного крещения. Написали в Синод. От Синода приехал Иоанн Снычев, довольно известная фигура, Санкт-Петербург. Но говорит, собака, это, ворон ворону глаз не выклит, а собака на свой хвост не оправляется. Все, 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 все. И он остался на месте Феодосии. Феодосий. А когда его на пенсию сейчас отправляли, так он выдрал все выклещатели, все. Новый, который Владимир пришел, на полную разруху пришел. Они разбойники. Все выдрал. Один дверь только оставил. А самому 80 лет. А почему поднялись? Потому что он взял рукоположение, перед этим предшествует право брачной ночи. С женой священнослужителя. Что непонятно-то? И они должны были это сказать. Должны. Приехали, приехали. Подтверждается, да, голубое лобби. А здесь еще страшнее было. Там, говорит, монах с монахом спит, с именовистами. А здесь уже готовы к рукоположению дьякона. И рукополагает, пока не будет. Вот что говорили. Я говорю чужие слова. Но это говорят свидетели, сами пострадавшие от него. Тот грех, который, говорится, на пленку еще не зафиксировали. Ну вот и все. А то зарубежно. А пасящика Тихона, который сейчас в Омске, почему не упоминают-то? Еще до всяких этих объединений, актов признания каноническом общении. Это же целая епархия. Это отдельно. А Агафангел. А Русанца Валентин. Более ста приходов здесь и за рубежом. Это все зарубежно считается-то. Но они по другим названиям идут. И сколько таких? Семь юрисдикций только. Семь. И все это виновно. Виновны кто-то, которые вышли. Единственные, которые никуда не пошли и признали. Ах, только мы. Других нет в Союзе. Других нету нигде больше. Это одни мы. Мы никуда не ушли. Никуда не ушли. И признали, и к нам приезжают местные архиереи. Такого нету нигде. Ни в России, ни за рубежом. Мы единственные. И как сказал Сергий, вот был сейчас, Иванников, архиерей, Алтайский, Барновский-то. Я говорю, вы нас только под себя не ломайте, не давите. Да мы об этом говорили и решили вас так оставить. С кем говорили? Ну, значит, говорили. Говорил-то не с уборщицами. Значит, где-то наверху понимают. Я только сказал, патриарх Кирилл сказал, что в этом разнообразии более проявляется воля Божия. Нам зачем под одну подонну гребенку-то делать? Гребенку или... А почему вы одни остались? Да потому что мы заранее это знали, что это будет. Я говорил, единственное говорил, а потом все подписались. Мы против всякого акта и прочее. Но мы заранее признавали это. Нас свои, которые назвали зарубежными, били. Кого вы признаете? Какая там благодать? Чекисты, разбойники. А мы признавали всегда. И мы ничего не меняли. Мы ничего не изменили у себя. Но сказали, мы подчинились решению Синода. Речь шла только о признании акта о каноническом учении. Ни о каком объединении слова даже не было. Это они потом келейно под сукном все писали и толкали. Они бесчестные. А теперь под это давят. Мы свободны, зарегистрированы. Я пошел в регистрационный центр. Это отдел юстиции Алтайского края. Нам как? Перерегистрацию? Да не надо. У вас все так хорошо идет. Каждый год перерегистрация. И мы так остаемся. И сейчас вот он был, епархия. Он прямо неоднократно. И мы были там, которые относятся к юридикции Русской православной церкви за рубежом. То не признавали, у них епископа нет. А это сам епископ, сама епархия алтайская сейчас. Ну, посчитайте, вы мне присылали. В алтайской епархии объявление было. Значит, что-то есть. Почему? Потому что мы никуда не пошли. Мы не обозлились, не отошли, не поносили. Мы только молились, искали общение. Общение в деле. Я им дал программу, как благовествовать, поедемте вместе, что надо дадим, снабдим. Я им трехтомник, 125 экземпляров дал только. 125 умножитые одновременно, разовый акт был. 250 тысяч я отдал. Учитывая это, это 300 с лишним тысяч. Я давал 4 книги. Мы работаем, по-прежнему работаем. Они к нам приезжают, священники. Архиереев мы не отрицаем. Но под них не пойдем. И сейчас, когда они были, архиерей служил, Иванников-то этот, отец, это, владыка Сергий-то. И они поминали, у нас в храме Потеряевке, патриарха, святейшего Кирилла, митрополита, там, приосвященнейшего Илариона и епископа Сергия. Это в храме, во время литургии. Это они зафиксировали своими языками. И сейчас, вот 16 сентября 2014 года, престольный праздник у нас был. И они там произносили. Они, в присутствии архиерея. И я слышал, что не без его согласия. Значит, они Илариона признают? И нас признают, да. И ту же икону он подарил. И ту же причащается, и ту же слушает. Я подхожу к нему под благословение крестом, служба закончится. Он меня, скажите проповедь в храме. Благодарим. Геннадий Тихонович, он нам скажет, что он получил. Но ты попросил поучение сказать. Ну, я же не думаю. Ну, потом, тогда, за столом. Можно, тогда, за столом сказать. Ну, ладно. Ну, я мирянин. Ну, вы просто скажите, много ли у нас в России храмов, владык, которые при подходе ко кресту просили бы мирянина сказать проповедь в присутствии архиереи? Да вы... Я заранее скажу, нет этого. Этого просто нету. Карташов умер. Это единственный человек, за рубежом, к которому это слово было обращено. А потом сказали, говорил хорошо, красиво, но слова были холодные и мертвые. Они никого не тронули. Профессорское звание, это не означает, что Дух Божий там трудится. Это звание может быть только для людей. Я говорю, как практик. Я не теоретик. Теория вся уже написана. Мне писать не надо. А вот Игнатьевское там или Лапкинское учение. Какое? У нас был здесь, который нафанаил и романах. Он написал и в тихие. Вы мне хотя бы один раз покажите, где Игнатьевское учение. Полное погружение. 50-е правило апостольское. И далее перечисляет все правила апостольские. Где? Ну хотя бы один раз покажите. Вот это придумал Игнатий. Но это не 2, не 3 года. Это 53 года. Я одно и то же говорю им. Покажите, где я хочу спастись. Ушли которые. Ну придите один раз, обличите нас. Вы нашли лучшее, чем у нас. Ну дайте. Ни один не возвращается и не говорит. А почему грех? Это Ио говорит. Если бы я знал за собой грех, я боялся бы многолюдного общества. Вот почему боятся съемки и прочее. А я не хочу, чтобы снимали. Грех. Другого нет. Другой причины нет. А ты веришь, что у Бога все фиксируется? На страшном суде наша жизнь будет рассмотрена досконально. А что? Это все, что я делал? Да ты неверующий оказывается. Это я как бы разговариваю с невидимым оппонентом или собеседником. Все будет показано. Как пили, как ели. На мытарствах написано. Посчитай житье Василия Нового. Посчитай Феодоры Сареградской. Некоторые не верят. 20 мытарств, 40 дней. А 40 дней зачем отмечаете туда? Откуда это взялось-то? 40 дней после смерти. Откуда? Это все из жития святых. И вы верите в это? А мне это не мешает верить и верить в Библию. Я знаю ранжир, что выше, что ниже. И вот Михаилу сказали, они забрать. Если он сможет туда поехать, поехать надо. И передать кому-то, спросить, у вас здесь работники желают дома иметь домашнюю библиотеку, чтобы там могли люди приходить, считать сразу. Ни одного отказа у меня не было, ни одного. Но это крайний случай. Как правило, директор, договоримся. И нам по телефону говорят. Ну а куда мы? Но у вас есть кто желает? Да, есть. Я полностью доверяю вам. Я вас благословляю. Я вам отдаю. Это книги не мои. Не мои. Деньги на издательство, миллионы, не мои. Мой только то, что Бог дал, но это не мое. Я 9 лет провел за изданием книг и 38 томов издал. Ну пусть мне конкретно покажут. Вот я, 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 я. Я не я, я говорю, Господь это делает. Это невозможно сделать. 9 лет. 9 лет. Ежедневно минимум по 14 часов получилось у меня в круговую на 7 дней недели. 30 тысяч часов провел. И это тоже не мое. Это не выноси. Я начальник детского лагеря. Каждый день дети купаются, и я купался. Каждую пятницу костер, картошка. Я за 9 лет ни разу не сходил. У меня времени нет. Нет фильм посмотреть. У меня нет времени. Я должен сдать книги. Все отрезал, кончилось. И за это время написано 3467 стихотворений. Я делал это для Бога. И поэтому мне это не принадлежит. Аня, а я сожгу. Ну, перед Христом-то ты же будешь отвечать. Я когда отдавал, сказал, я даю это для Христа. И теперь он будет смотреть. И он решит, куда их деть. Они могли бы везде выбросить и прочее. А они сообщают. Да они звонят, значит, это чего-то стоит. Да мы бумагу дали. Плевали все на бумагу. Договор вероломное нападение на страну делают. Кто бы это спрашивал, бумага? Это Бог. Бог, которому я служу. Бог Иегова. Ну, бумаг сейчас боец. Сейчас законы немного строже, чем раньше-то. Сейчас не засутят на каждую бумажку. Интересно. Статья написана была в журнале «Смена». Такой журнал есть, там собеседник добавляется. И там про нас статья была. Приезжал писатель Быков, Дмитрий Ивович. Часто печатается там в известиях, парламентской. Такой солидный. Я в АГТО приехал, когда я там 17 лет. Технический университет, 21 тысяча студентов. Это очень большой ведущий университет. Кажется, из 25 стран только студенты-то учатся. Он говорит, статья появилась. Я говорю, и хорошая? Читал, не мог понять. То ли ругают, то ли хвалят. Пошел сам, побежал, профессор, академик. Побежал, купил и взял журнал. Чего у вас тут в университете? И мне принес, дали. Я прочитал. Ну, правда. Он оговаривается. Тут такое дело, говорит, что вляпаешься и не вытащишь. Первый раз, говорит, я не знаю, куда пошатнуться. А приехали не из-за нас. А Елира Горихина, она писала хорошие статьи. Хорошие статьи в разных журналах. Она была неоднократно. Она, кажется, профессор. И она была у Говорухина, кажется, или у кого-то там у депутата, помощницам. И она шесть раз пробиралась к боевикам в Чечне. Вообще, женщина такая. И он решил ее провернуть. Ну, с чего начинать? Он правильно. И, кажется, Бурак или Бурлак, фотографы были, приехали. И они здесь у нас потерянки были на день рождения батюшки. Это все написано в журнале, в книге для Слова Божия нет уз. Выписано там. И он все смотрел, все видел и не знал, как написать. Он написал Александр Исаевич. Вы только думаете обустраивать Россию. А ее уже обустроили. Обустроили ровно в 50-м человек. Приезжайте, посмотрите. Ну, писатель, у него хватает написать. Это не про Бориса Пастернакова он написал, 800 страниц. Нам интересно разговаривать с любым человеком, какие бы они ни были. Кто бы ни был. Потому что мы не лукавим. А они не искренне. Представьте себе, он принимает на себя миссию контролировать, что в мирской библиотеке. А там и Гарри Поттеры, и забавные Евангелия. Там все абсолютно. Мы пришли, на полке стоит Карл Маркс, целиком Ленин. Рядом поставили мои книги. Я говорю, он их всех подвинет. Да там мертвое все. Об этом очень хорошо Владимир Солоухин пишет. Я ничего не сказал того, что потребовал от меня кривить совестью. Или отречься. Я желаю спасения всех. И поэтому, видя, как вокруг все они безобразничают, попы, я не имею права не говорить. Я обязан сказать. Повторяю, три тысячи ссылок на Библию в каждом томе. И умножь теперь хотя бы на 30 томов. А их 33. Ровно 100 тысяч ссылок. Это я в Библию только одну переписал. И столько стихотворений и поэзии. Я говорю, эти книги аналога не имеют в мировой литературе. Не имеют. Даже стихотворения. Девять куплетов каждое. 36 строчек. И напротив строчки каждой. Местописание. Откуда взятая мысль. 36 раз надо открыть Библию. Ну покажите мне хоть одно стихотворение в мировой поэзии. А мне пишут, ой, как это красиво. Да мы тут читали. Полчаса провели пока все это места. Откуда вы взяли? Да неоткуда я просто почувствовал, что у меня задача людей познакомиться со Христом и с Его Словом. Со Святой Библией. Я эту задачу стараюсь выполнить. Умело, не умело. Но никто не делает. Я иду вне конкурса один. Я бы желал по-другому лучше сделать. Набраться опыта. Ну куда поехать-то? Такой деревни, как наша, нигде нету больше. С таким правилом, уставом. Поэтому хорошо или плохо мы делаем. У нас только... Вот у меня цензор только моя совесть и Бог. Священное Писание. У меня не было цензора, ни брат, никто. Ни одной строчки я не писал, чтобы он сказал, не надо, и я убрал. Этого нету у меня. Мне президент, патриарх, папа, разности никакой нету. Я перед Богом. Я смотрю выше голов. Как Мартин Люкер говорил. И поэтому за бортом все. А они решают, быть или не быть. Папы решают. Вот мы приехали в Зеленогорск. Я с директором, сидят там библиотекарь, поговорил. Она говорит, ну вот так, другую комнату там на стол положить. Я думаю, сейчас я разложу, как всегда. Они зайдут, перед ними я выступлю, а тут какое-то совещание. Я разложил, одна женщина, я говорю, а где директор? А, директор тут мне сказал. А вы кто? А я прихожанка вот такого-то. Так а вы библиотекарь? Да нет. Так а зачем же я перед вами время трачу? У меня одной минуты нету. Я должен еще сейчас в соседний район успеть доехать. Да вот батюшке нет отца Бориса-то. Я не могу ничего сказать. Он на три дня уехал куда-то. Вы три дня тут походите в храм? Она совершенно. Три дня. Мы три минуты. Мы когда платят на остановке, за горючее-то. Мы видим, он выходит, и мы уже трогаемся, и кто платил деньги, он на ходу садится. Секунды решают. А я три дня отца Бориса буду ждать. И что он будет делать? 38 томов по 752 странице. Поп, который ничего не считает, что он будет смотреть-то? Она не понимает. Ну, батюшка сказал. А вы какое отношение имеете? Ну, у нас договор с ними. Какой договор? Письменный? Нет, так, устно. Мошенники. В мирскую библиотеку залезли-то. А почему специалисты? Книга Люба вам не контролирует вашу семинарскую библиотеку. А от мирских? Коммунистическая партия, КПРФ. Вы же с ними спите, я дам на кровати. Ну, и допускайте их. Я к директору подошел и сказал, говорю, так вы, Евита, как она? Да она никакого отношения не имеет. Значит, вы ей не отдаете? Да, конечно, нет. Да чего ради отдать? У-у-у, она сразу, директор, все собрались. Она заблокировала одна стоит пешка. Она сразу подвинулась в сторону и больше не вякнула ни разу. И не один раз это было. А они ставят соседок возле себя. А тут я забуду. А вот если взять вот такие вот видео, где Владык приехал к вам и благословляет вас, все-таки это хорошее свидетельство. И показать его, там, в библиотеку приехать, показать, что высшее начальство, он благословляет вас. И какое вы имеете право удалять книги, если вот показывать вот эти фильмы, как аргументы, понимаете? А что я должен показать-то? Показать видеоролики, где именно Владыка приезжал, Сергей сюда благословлял вас. Ну, я еще должен сделать-то. В библиотеке. И не у меня Михаил, чтобы убрал и показал им все. А, Михаил. Да, попутно скажу вот что. Ну, я, он боится, чтобы его называли. Кто у меня форум образовывал-то, и вот, вы знаете. И когда мы насчитали с Володей толкование, Матфея, Евангелие от Матфея с толкованием, и Откровение с толкованием, это больше ста видеороликов. Полных, больше полчаса каждая. И он их сделал с пометкой. Не для общего, а там по запросу как-то. Их нигде нету. Прошло, кажется, два года, и посещаемости нет. Почему? А доступа нету. Я вчера только обнажил. Доступа нету. Не понял, где и где они находятся. На ютубе. Я вчера нашел их все. Я их разблокировал. Где? Вы мне скажите, где они находятся? Где? Где? Где вы разблокировали? На каком канале-то? На нашем ютубе, где? На нашем канале, на нашем. Я их разблокировал вчера ночью, днем. Я разблокировал, наверное, больше ста. И они стали видны. Но я не знал, я думал, они просто будут видны. И Володя их увидел. Как мы были на Украине, как мы беседуем в храме. Все заблокировано было, оказывается. Он их сделал. Почему? Я знаю, с добрым намерением. Что я тогда их ужимал, качество плохое. Он говорит, ну, эти мне купили большие, там, по два терабайта-то. И потом я заменю, но пока над ними стоит там галочка, что не для всех. Я говорю, ты что делаешь-то? Ну, я сделал так, там, по особому запросу. Да кто знает особый запрос? Люди даже нажать-то толком не умеют. Называются обещанниками. Я только вчера узнал, что они заблокированы. И там, когда открываешь, и написано для общего обозрения. Я туда все нажал, и они все выскочили. Но я не знал, что они займут место в первых строках, где сегодня идет. У меня-то оно идет не в первых строках, а вверху написано, как ваш канал видят другие. Володя говорит, нажмите. Я нажал, а там минут подряд именно разблокировал, которые я вчера. Ну, и вы хорошо, и пусть пять смотрели. Так смотрят, да смотрят. Которые песнопения и прочее, это их теперь загнали на 105-е место. Вот вы говорили, вчера нет. А я сегодня посмотрел на некоторых уже за два дня песнопения. Завалило за 100. А вы говорили, что 100 не будет. Это завалило где, на которых название там. Там всего два или три. Там название решили вопрос. Ну, Владимир родился, Ликуеви, Фрием. Еще плохое название. На остальных там 30-40. Да, 30-40. Потому что люди-то ищут не это, а жареного. И поэтому у меня нет на это таланта, чтобы продвигать. Мое дело открыть. Рассказать о Христе. Я никогда не сисьюкаю и не говорю, что Христос никого не наказывает. И проще. Наказывает. Это попы сегодня. Бог никого не наказывает. Хотя вся Библия переполнена наказанием, потопом Содомом и Гоморрой. И Вавилонской башни. И 18 человек на кого села Ангской башни. Они лгут. Я просто возвращаюсь от того, что сказал. Вот вы посмотрите. Я еще не так сделал. Но на Украине вот эта такая беседа. И один из Украины там Сихоцкий Александр-то очень хорош. Он приезжал, принимал крещение здесь. Я ему говорю. Одесский, Тамара и Анна-то. Там беседы были многие. Он говорит, нет нигде. Я говорю, как же так? Я же поставил. Я вчера только узнал. Сегодня мне надо его найти. И сказать. Прости, брат. Ты прав был. Вот и все. Без моего ведома сделали их невидимыми. Этого делать бы не надо. Хотя бы меня уведомить. Как так? Евангелие главнейшее. Да Евангелие выше. Все остальное-то перед ним-то. Не на первом месте. И вдруг толковые люди попросили видео насчитать. Я насчитал, мы насчитали две книги с комментариями. Поэтому получилось расширенное. Первый час считает Виктор, а потом Володя здесь. Ну, вы зайдете, посмотрите. Толковый Евангелие. Меня спрашивают стих-танки, где можно увидеть. Я говорю, на нашем видеоканале. Они, да нигде нету, мы не можем найти. Под Кузьмили мне. И вчера я их выгнал, да и сам попался на это. Песнопение забросили. Я сегодня уже решил дальше не трогать пока. Потом пусть пройдет хотя бы месяц. Иначе вообще не найдешь. Надо записывать все где-то на бумаге, записывать название. И, допустим, люди спрашивают, где такой-то ролик найти. Надо на бумаге где-то в блокноте записывать все. И вот, да, это так. А вот что сказали там показать кому-то? Во-первых, там библиотеки смотреть не будут. И никакой роли это не играет. Никакой. Если они против, значит против. Потому она прихожанка. У нее мозги отшибли, это манкурты церковные. Какой против? Заявление уже подписали на прием. Уже все приняли, уже печать поставили. Что значит против? Ну, я говорю, как у нее было. Если она против, директора по зала на 15 минут и зашла. Книги не надо. А уже приняли. И сразу работники отодвигают. Я начинаю с директором теперь. Я за 15 минут должен сделать другой. И она тогда, ну ладно, давайте бумагу. Где ваша бумага? Но я сам, я автор. Слово автор сильно влияет. И дальше собирает других. Сейчас мы созвонимся, не торопитесь. Сейчас других библиотек. Люди тут будут. Все работники. Я сейчас администрация. Администратор пришел в руках, держит книгу. Это все сфотографировано у нас. С администрации. Вот. Нашу библиотеку тут куда-то передвигают. Я сразу с книгу под мышку пошел в администрацию. У них совещание. Глава администрации. Я постучал. Зашел, извините, у меня короткое время. Я слышал у вас библиотека в критическом состоянии. Ну, кто я назвался? А книга, вот что академик Лихащев говорит. Исчезнут университеты, институты. Мы столько не потеряем, как с потерей библиотеки. И они сразу одного работника. Так, это ты по культуре у нас. Ну-ка иди с ним вместе. И он пришел. Считай, это все заснято. Видео стоит. Это Смоленский район Алтайского края. Надо работать. Надо работать. Попыни такие. Но они еще живые. Поэтому мы за них молимся. И будем работать с ними. Работать. А как вы будете работать? Ну, что-то сделать для него. Крышу ему перекрыть, может быть. Машину починить. Помочь надо как-то. Нападки какие, бесовские. У Михаила компьютер загорел весь. Да. Полностью загорел компьютер. Да, я знаю это. Это не один раз было. Говорит, никогда не было такого. Какой тяжести. Я перекачал Библию, говорит. И загорел, говорит, сразу. Надо терпеть. Искушение. Я слышал такое выражение. Я не знаю, откуда оно идет. Святые говорят, то ли Анатолия Оптинского, что если дело, которое ты терпишь, не терпит искушение, то Богу оно не угодно. А это из пословий своего англичан. Если то, что ты делаешь, не подвергается там критике с другой стороны, то твое дело не устоит. А когда этот зашел туда профессор-то академик Семкин Борис Васильевич, принес мне, я говорю, что он еще-то наводит критику. Не так. Любая критика, это ваш адрес, это вам на пользу. Вы чего-то стоите. Он правильно рассудил. А я вижу, как он людей-то принимает, студентов, увольняет. Я говорю, Борис Васильевич, вы меня разрешите, а у нас очень близкие отношения, я у вас посижу до обеда здесь. А зачем? Да я поучусь, как вы с людьми работаете. Вы у меня, это мне у вас учиться надо. Да я говорю, нет. Я вижу, какой у него подход, как он говорит с матерью, которая пришла с уволенным студентом, и что говорит. Очень хорош. Он к нам приходил в собрание, и характеристики писал на книге. А мне говорят, он Ири, ох и умный. У нас наша знакомая, она редактор газеты, алтайский политехник, там, с Савалей Тамара. Когда я сказал, там он самый умный из всех профессоров здесь. Его вместо Хомутова там хотели поставить, а он не идет, он по учебной части. До того умный мужик. Все книги, сейчас лежал в больнице, 4 тома прочитал, и у меня презентация книг была в зале, Демидовском зале, у них там, в университете, и он пришел и выступил. Вам может не по силам купить книги, не по деньгам, но скажите, эти книги украсят в любую библиотеку. Это все записано в книге, у меня до слова Божьего нет уст. И там еще, в открытый мокрый. У меня люди хорошие попадаются, которые книги считают, и не просто считают, а дают еще и рекомендации другим, как был ректор, тот из Сигнеев. Вот сейчас митрополит Иларион считается первосвятитель русской зарубежной церкви-то. А он был тогда, его фамилия Капрал, он был тогда секретарь синода. Ну, я ему стал говорить, он сильно как-то, обратился к этому, что я говорю. Вот был такой случай один, я где-то, может, рассказывал уже его. Пришли люди, которые его обвиняют. И обвиняют очень сильно, мужчина, женщина, там еще в коридоре. А я сижу у него тут же, около стола, и они говорят, я все хорошо слышал. Когда они вышли, он говорит, ну вы выйдете, я тут документы составляю. Я говорю, Владыка, они не правы. Как не правы? Я говорю, да не правы, вы по канону поступили. Я говорю, какой, я говорю, антистский канон, так, говорит, ладитический. Он открыл, правда. Так вы еще на памяти знаете? Ну, может, и не знаю, но в данном случае я. Он сразу это дело-то их вызвал, только ну-ка зайдите сюда. Так мы же поступили по правилам, я православный архиерей, я не могу так сделать, как вы говорите-то. Или сделал там, или... Все. Он говорит, так у меня еще тут жалочки, никуда не уходи, сиди здесь рядом. Пошло. Я ему говорю о работе среди там баптистов где-то. Он говорит, а у нас тут баптисты, ну, недалеко, километров 200. Недалеко. Я ему рассказал, он говорит, так поедем тогда к ним. И он садится, и поехали. В Америке это все. Поехали к баптистам, ну, собеседование. Интересно. В другом месте я был тоже приглашен, развесили везде объявления, что у нас вот такой-то проповедник, узник, гулага. Они любят очень таких. Ну, пришли там корейцы, китайцы там, которые верующие, перевозчики. А в первом ряду сидит митрополит Виталий. Это тогда был первосвятитель у них. Вот он. Я вышел на кафедру, большой этот, подиум, где, там, видимо, выступает большой, кафедра. Глюжон поднимается, бодро сходит по ступеням на подиум, подходит ко мне, микрофон у меня из рук, вот так вот, и говорит, вот, я сколько раз говорил об этом, вот он как раз и говорит, это самое, вот, наконец-то, вроде, и повернулся, и пошел на свое место. Я продолжу, дальше бежу, он опять по ступеням встал, поднимается, микрофон в руки, ну, вот, пусть кто-нибудь скажет из Мирян, чтобы он говорил, а митрополит поднимался и брал у него и радостный возраст такой был. Вот я говорил вам, да слушайте, что он говорит. Вот это один из моментов, которые заставляет просто вспоминать. Вот, вы видите, говорите об Америке, а не рассказываете нигде, и, знаете, не важно, как вообще, но попали в Америку. В Америку как я попал? А они любят узников. И они обо мне молились. И они знали все обо мне, что я освободился. И ко мне пришло приглашение от митрополита Виталия и из Синода. Два. В Канаду и в Америку. Но меня тормозили, не посылали. Они снова, он присылает грамоту, от которой, что я благословляюсь на всестороннюю пропасть. Вы видели эту грамоту? Я ее выставил, в интернете. Меня попросили с печатью, на бланке, там, что надо. Ну и вот, пришлось мне оформляться. Я ничего не знаю, я доллар в глаза не видал, а кто, что он из себя представляет, доллар. Вот. А до этого приезжал оттуда близкий знакомый митрополиту, он сейчас, это, Орлов, патриот, Никита Феоктивович, он сейчас митрополит, митрополит, Антоний, русской другожной церкви. И он два раза по те, как у приезжал-то, привозил там подарки, кильки, лопаты салерики привез, кильки, лопаты, сам работал, вообще. Ну и вот, видимо, рассказал архиерею, и меня пригласили. Я уже в Америке, в Москве жил на квартире Буряковых, вот, и мне выезжать надо. Я поехал, все, вовремя, как положено, уже прошел все, и уже подходить к самолету. В это время подходит офицер по граммам службы, меня под локотки и назад. Я говорю, а в чем дело? Ну, поступило такое указание, вам нужно будет задержать. Я говорю, билеты уже, да, билеты, какой разговор, с билетом все нормально. Идет дорогой, офицер, не помню звания, но не ниже капитана, и говорит, а чем у меня отличается зарубежная эта церковь от этой? Я говорю, а вам-то какая разница? Я думаю, это платформы только летные, а там, наверное, побольше чем-то. Как я на гуса допрашивал сторож, оказался кардинал, когда он в фирме сидел. Меня выпустили, вернули назад на три дня, я опять жду. Я в Америку не хотел ехать. Я вообще не люблю ездить. Не люблю. Я еду только по крайней необходимости. Я попутно хочу сказать. В это время у меня шли занятия в пяти университетах. Я везде стал выносить на обсуждение. Как вы думаете, мне ехать или не ехать? Нет, не ехать. Сейчас самолеты то взрывают, то и вы такой человек, у вас там то другое, вы не вернетесь. Не ехать. Родные не ехать. Обращаясь к священникам, к архиереям, не ехать. Вот и все. Не ехать. Я думаю, я буду оформлять, и до конца буду спрашивать. И вот встречается мы на квартире Зои Крахмальникову и Зои Александровну в Москве. Там пришла женщина, она говорит, жена, или бывшая жена Акуджава Булаты, там такие люди, писатели собрались. И я вопрос этот поставил. Виза открыта. Все оформляю. С какого часа выезжать? Ехать или не ехать? Да ну зачем вам ехать? И вдруг заговорила Зоя Крахмальникова, писательница. Она где-то работала там в верхах научный сотрудник, там филологически она окончила. Муж Феликс Светов, писатель, сама писательница. А она говорит, вы расположены в зарубежной церкви? Я говорю, так а мы уже с ними совсем соединились. Вы много будете слышать о них хорошего и отрицательного. И вы не будете знать, куда становиться. Вам надо все проверить своими глазами, побыть. И она победила все, что мне до этого говорили. Одна. Потому что она не просто ниже, ни езди, ни езди, а с доказательством. Вам это потребуется. И я благодарен ей, она уже умерла. Я благодарен ей. И я согласился и поехал. Как меня встречали, кто ли не в том порту свет, как летели. Вообще все мне интересно. Вот стоим в аэропорту, и рядом стоит со мной и архиепископ, кажется, русанца Палентин. Здоровый, огромный такой. По ноге у него, он прибыль полный. Ну и я стою в сапогах, защитная форма, гернастерка и рюкзачок. Керзовые сапоги стоптанные и рюкзачок за спиной. Ну, сравнили. Кого сравнивать-то? И вдруг подходят, по-русски разговаривают. Мы шведские там, журналисты или кто-то. Разрешите вас фотографировать. Не как херея ко мне. А зачем? Вы знаете, такая колоритная фигура, вы исконно русский. А я подпоясаный, рубашка такого защитного цвета, офицерская. В сапогах. Я вижу потом на него, он невеселый стоит. Архиерей. Ну, вот, маленький момент. Сель, э, Финнер, какая-то там, авиакомпания. Разносят всем все. Потом дальше лететь будут. Ну, разносят, это волосная. А я ей говорю, у нас пост по-русски. А на что можно? Я говорю, ну, уносительная. К ним они два раза подходили, а ко мне четыре раза. Им то ли интересно было, что они разные орехи землянику, помню, привезли и улыбаются, и улыбаются. А они как по-русски опять ко мне подходят. Я их запомнил. 92-й год. Месяц июнь. Кто скажет, это великое ли это дело? Для тебя не великое, для меня важное. Я увидел, как они уважают своих клиентов и прочее. Я помню, в Америке пошел по магазинам один. В Вашингтоне был. А до этого-то я в Нью-Йорке был. Вот. Ну и пошел по магазинам. Но денег-то не шиша. А смотрю, как барон какой. Подошел, а у нас тут свадьба готовится, сестра, найду я свадебное платье, и тут помогут они мне купить. А у них свадебное платье-то безрукавые. Или вот так вот грудь до самых... Я говорю, а если у Вас такая, чтобы была грудь закрыта, мы верующие. Говорю, клерк подошел, сразу же его вызвали. Давай записывайте. Я говорю, хорошо, чтобы до кисей были и платье до пола было. Так, какой размер? Он сразу все, скорее записывает. Я говорю, еще записывайте. У нас такого нет, мы сейчас сделаем заказ. Заказ? Я говорю, откуда? Хотя бы из другого города. Вы оставите адрес, мы сообщим вам. Я клиент, у них задача, я потенциальный покупатель. Они меня не выпускают уже. Я уже не рад, я уже только уйти оттуда. Думаю, вот это я зашел. Когда они узнали, что покупать-то не за что, я не куплю. Ой-ой-ой. И я опять увидел, как они работают. Они работают. Работают везде. А тут у меня отец таким пошел, купить надо ступку и пестик. Ну, ступка такая, железная, сосуд в виде стакана. И пестик, она продает, он говорит, а пестика? Пестика нет. И опять разговаривает с кем-то там, с подругой своей. Он говорит, а как без пестика? Ну, не берете, не берите. Я же сказал, пестика нет. Но без пестика, она не бывает. Велосипед без колеса переднего не бывает. Ей бесполезно. Ты не нужен ей. У нее оклад. Ничего не решается. Вот и делай сравнение. А я делаю. Я делаю. Я оказался у баптистов. Я не знаю, кто я. И он говорит, сейчас пишет, говорит, Игнатий, говорит, Лапкин, баптистов пух и прах разносит. А они его уважают. В Америке. Это в интернет поместили. Поместили. Там Вадим какой-то, он сейчас доктор богословия у них. А это ж чего-то стоит. Где? А где ссылки есть? Ссылки-то? Да прямо в интернете зарядите. Вадим Лапкин. Два слова хотя бы. Я его фамилию не знаю. Я им выслал книги. Вадим. И слово «Чикаго», кажется, я запомнил. Лапкин. Это вам это покажет. Он баптист, да? Он... Я... Потом помогали мне они открыть два сайта дополнительных, забронировать там, чтобы в случае гибели здесь, чтобы там было открыто. И он купил, сделал. И платил деньги. Это человек... Мне лично не знакомо, а только вот так вот. Но на него меня вывел один человек, который был во Фрузии, Кушеначук Николай Иванович, с которым мы встречались. Это очень интересно. И иногда говорят, ну вот говорили, а кто обратился из Чеченцев? И надо важно, что я Чеченцев обратил. Ну я скажу, Рамзан Кадыров стал склонный, но ты же не поверишь. Кто обратился? И вот этот Николай, я перекинусь на другое. Он мне звонит и говорит, без скайпа, так, по телефону, в Америке. Вы когда были во Фрузии, бариканы 34 у брата Павла, они собирались в аптисце, на дому, беседовали. Ну я говорил о тысячелетнем царстве, что оно сейчас идет, на Голгофе началось, а не когда оно будет. Воскресенье будет всеобщее, общее одновременно. А у аптисцев это другое учение, они адвокменные взяли от Витеса седьмого дня. Я знаю, оттуда происхождение, до конца докапываю все время. И он не принял. Прошло примерно 20, ну 25 лет. И вот он где-то в Америке ехал, и машина сломалась, и он отправил своих там, в город куда-то надо доставать, а сам остался один, ночевать там где-то в лесу, как мы сейчас это. И ходил, размышлял, вспомнил нашу беседу. Стал в улице, и там в лесу, у него мозг повернулся, он стал видеть, как Игнатия, и мне звонят. 25 лет я не думал об этом. Вот зерно лежало, как вместе с египетской мумией. А попало в лага, и петь дал роски, хотя, говорит, уже засох пыли, как Евг говорит. Все добрые семьи всегда взойдет, что посеял тогда. День жатвы придет, не замедлит, пожнешь, что посеял тогда. А рядом страшное поле, не враг ли посеял, там зло. Колючей опасной травой так густо оно заросло. Вот это я знаю. Если сеем, я всегда отвечаю на 50%. Взойдет, не взойдет, будет, не будет. А если не сеем, 100% не взойдет. Поэтому проповеды во время и не во время. Будут слушать или не будут. Пророку Иеремию так сказано. Они будут, как огненышащие, пламенный огонь, а я тебе сделаю, как горой, ничего не возмогут. Со мной-то воевать даже не надо, я на тарелочке. Они боятся одно слово подписать. У меня подписано 38 книг, вышло, 38 томов, и 3 еще в интернете, и 7 книг еще в интернете стоят, ждут. 7 книг, томов, последние 4 по 800 страниц. Меня брать далеко открывают страницы и показывают книги, и суд, и вершин меня. А они боятся одну строчку сказать. Со мной все воевать, ты бери книги и следуй, и бери я в книгах весь. А они ничего не могут сделать. А почему? А потому что, какие бы они ни были, а Бог больше. И Бог может среди ночи пробудить артак сердца и сказать, читай из библиотеки книги Лапкина. Ну, а дальше это Мардахей придет с мечом. И от ненужной отрежет. И на тягча был кто-то, кто-нибудь из мусульман через вас обратившийся? Из мусульман кто-нибудь через вас обратился? Нет, конечно. Я был в тюрьме, здесь 17 лет работал. Работал. Доставал динамики, выступал, записи делали. Ни один не обратился. Ни один. А священник местный сходил один раз и 270 крестил. Одно благодарность тюремное начальство дало мне. И она у меня благодарность на руках сейчас, что там нет ни захвата заложников, ничего, нравы. Во всей тюрьме 3700 человек меняются. Начальник до того удивлен, когда в камере голодающие были, объявили голодовку, полная камера их. И я добился все-таки разрешения. У меня близкие отношения с прокурором края по росту Юрий Федорович, генерал-лейтенант. И мне разрешили смертниками работать и запустили туда. Я с ними сколько-то, может, час пробыл. И вечером уже в потемках мне звонят, кажется, политотдел. Впервые, я тут вижу, а всю жизнь в этой пенсиональной системе проработал. все вышли из голодовки. Что же мы могли им сказать? Это результат. А они обратились. Ну, ты сам считай. Они, выходя оттуда, меня ищут дома. Они встречаются в городе. Они устраиваются при церкви. Меняется жизнь. Но подготовить к крещению, это обращение. Такого у меня не было ни одного случая. Ничего. Они или курить не могут бросить, или у него еще семью непорядок. Я все узнаю, не готов к крещению. Он в тюрьме. Он в тюрьме. Ну, выйдешь, там будет видно. А поп пришел, он ладошкой по голове, все крещеные. Даже бракоделом нельзя назвать. А я работаю основательно. Даю книги, везу туда, достаю товары разные. Работаю с комитетом по правам человека. До губернатора дохожу. Прокурора края призываю на помощь. И у меня ни один не обратился нигде. Нигде. Но человек идет абсолютно точным путем. По слову Божьему. Берет Библию, читает. И они выходят и встречаются. Я хотел бы к вам. Я говорю, зачем к нам? Вот открытый храм Московской патриархии. Идите. И они идут туда. Ни одного оттуда не приняли. Ни одного. Потому что мы по всем канонам. А вы видите, вот не можете бреетесь. А у нас бритых нету. Ну вот я на такой работе вернулся. Я же начальник предприятия. Но я про это и говорю. Мы не вербуем и не тянем. Кому это интересно будет слушать? Пусть они найдут мне одну общину в мире. В мире. У сектантов будут, чтобы к себе не звали и не допускали. Так а вы же на нет сойдете. Ну и что? Я 50 лет направляю людей в храмы Московской Патриархии. И самые лютые враги они. Почему? Потому что слишком важное дело делает, слишком высоко Бог оценил. Ибо велика ваша награда на небесах. А они-то этого не понимают. А если бы они меня с распростертыми объятиями, как по сути дела должно быть, так награду я получил бы здесь. Иоанн Затонс говорит, я говорю, а ты не поверил. И дальше разъясняет. Вот люди мне говорят, которые слушатели, вы говорили против пьянки, они вам пошли опять выпивают. Ну что, ваше слово имеет силу? Он говорит, а я и не говорил, что всех сумею убедить. Ну, всех я не убедил, да. Ну, может, хоть одного. Но вы знаете точно и говорите, ни одного не убедил. Ну, так и есть, наверное. Затонс говорит, но вы-то не пошли сегодня гулять, а пришли в храм. Вас-то я убедил. Если бы вы все ушли, но и тогда я перед Богом оправдан. Поэтому, если человек обращается, я радуюсь, я принимаю его, это часть награды, которая выразится в радость. И поэтому моя награда на небе меньше. А если никто не обратится, моя награда полная. Ну, пусть моя награда будет меньше на небе, только обратитесь смиренно. Вот я хочу это сказать. Они награду мою увеличивают, попы, архиереи. Они мне обвинения не могут предъявить. Я говорю, не так. Ну, не по-вашему. А сколько вы людей получили священников, которые в моем доме начали этот путь? Даже сотрудники КГБ. Это чего-то стоит или нет? Но если бы они меня хвалили, гладили, моя награда была бы здесь. Я бы ликовал и прочее. Неизвестно, где бы был. А так они бьют, я привык к этому. Я знаю, они будут бить, книги сжечь, меня поносить. Ну, и что из этого? Я за них молюсь, за всех, за патриарха, и за всех архиереев. Моя молитва всегда одна. Господи, Боже мой, дай им духовно родиться свыше и быть Вадимом, Духом Святым. Не дай им погибнуть. Как Серафим Саровский молился три дня и ночи об архиереях русских и священников. Получил ответ не пощежу, не по милу. Это не Игнатий говорит, а Бог. А причина какая? То, что вымыслами человеческими заменили истину Божью. Это о них говорится. А я хочу, чтобы они верили Библии. А что вы с Библией носитесь, как баптисты. Кому это интересно слушать будет, я говорю. А я обязан повторять. Слово прийди специалисты нашли в Библии говорится 1900 раз. Бог зовет. А отойди только два раза. В 1900 и мой голос. Вопрос такой, вот сейчас людей может 70, да может быть 80 процентов курящих водное селение может ли священник причащить курящих человек? Не может. Не может. Иоанн Златоуст говорит так. Если руки твои обмазаны грязью, калом, ты посмеешь ли прикоснуться к царской одежде? Уста курящего тире демонская кадильница святой Иоанн Кроштадский. Я должен тогда все по боку-то ударить. В одни и те же уста влагаете демонская кадильность и демонскую кадильницу тело Христова. Дальше Иоанн Златоуст говорит. Я лучше тело мое, вот это тело, а какое у него тело, там мощи одни были, отдам на сидение псам, собакам, нежели тело Господне недостойно причащающемуся. И кто недостойно причащает, гибнет, и кого причащает, и кто причащает. Мне достаточно было это услышать один раз. Кто будет вот это повторять, что я говорю священнике, поверят не в это. К нам приехал один священник, отец Владимир Суртаев. Он все услышал. Потом ему придется еще отбывать срок за лукавство. Он принял все. Я купель, я сейчас сразу буду строить крестилку и все такой активный. я говорю ну ты сейчас вот приедешь. Купели то еще нету? Ну нету. А там стоят люди пришли крестить. Ты будешь их? Ну а как я обязан крестить? А ты не крести их. Ты давай занимайся катехизацией, о чем сейчас патриарх говорит много. Веди занятия. Ну не много, но хотя бы занятия сто проведи. Сто часов. Сто. Мы вели подготавливаем 450-500 часов. Вы мне еще повторяю православие найдите такую общину, где вы подготавливали 450-500 часов академических. Вот и все. Я на деле покажу. Веру мою сделала. без дел не могут показать даже. Ничего нету. Они не знают сами себя. И чем это закончилось? Я говорю ты будешь крестить? Но ты же сегодня узнал, что готовить хлебы надо чистые, не отравлять, чтобы там мусору не было, просеивать, сор весь убирать. Я согласен. А почему ты сегодня решил, что со щепками, с мусором, с куриным пометом можно стряпать? Ну, купели-то нет. Ну, пекарди не построена, мы уже договорились, она не построена. И поэтому ты не пеки пока хлеб-то. Не пеки, подготавливай. Там чисти. И так делается? Ну да. И он начал делать. Делать по-своему. Потом его посадят. Посадят, будет сидеть, я буду ходить ходатайствовать за него. Перед прокурором края везде. Ему срок костяк раз, другой выйдет на свободу. То есть одно дело, если человек не видеть не желает, другое дело, когда ему предупредили уже о том об опасности. Какой опасности? Ну одно дело, когда человек не видит, а когда его уже предупредили об опасности. Ну я предупредил, а я всех предупреждаю, чем я и занимаюсь. А сейчас купели строят, все. Скажите, кто больше всего 30 лет назад кричал о неправильном крещении строить купели? Кто? В песенном виде? На пленках? Ну? А эта власть не запрещала говорить? И никого не было. Я печатал и печатал, рассылал листики архиереям везде, каждому празднику. А теперь построили купель и посылает. Идите, скажите, Игнатию Лапкину университет, мы купель построили. Это настоятель Никольского храма. Отец Михаил Капранов посылает. Я говорю, он не для меня же строил, Бог повелел строить для принимаемых, чтобы было духовное рождение, которое заканчивается крещением, троекратным погружением. Апостольское 50-е правило. Кроме вас никто не говорил. Может быть говорил, но более тихо. Откуда я знаю? Илья думал, он один, а еще 7 тысяч было. Но открыто архиереям рассылать не было никого. А я рассылал всем. Я упал. Ну, девчонок купели сейчас не строят. В принципе, причина одна, что даже если просто купель, люди будут противиться. Люди не хотят погружаться полностью. Ну, все. Они еще вопрос. Они не хотят. Не хотите ли вы отойти? На это есть писание вместо. Они не хотят. Они хотят креститься и хотят называться номинальными христианами. Вот этим батьством все они наполнили храм. О чем Максименко говорит? Это сказать. Степанин отец Максим. Вот. Они не хотят. Это их дело, это за пределами церкви. Почему баптистов хотят? За 300 лет ни одного баптиста не приняли без крещения. Ни одного они без погружения не приняли. И у старобрядцев этого не было. Почему? Потому что вся мерзость эта патриархийная. И все их заразили откуда? С Украины, Белоруссии, а католичная. Назовите вещи своими именами-то. Это пролатинская группировка все захватила. Православие не знают попы. Они не крещеные попы, как Лесков пишет Николай Семенович. А они не крещеные. Вы посмотрите как крестят 50-ники адвентисты седьмого дня. Так они еретики. Тем более, тем более, с него то спрос будет особый с попа. Ты принадлежал к церкви и ты обманывал. Что значит замощение? Такого перевода даже нету. Я раньше не задумывался. провел такой анализ даже. Три четвертых сейчас образования с Украины, то есть три четвертых сект по всей России с Украины ведут начало всех концертах. Да, Украина теперь и страдает. А за что наказаны все ереси там и попы, которые разбавляют православие везде? Может только за это? Потому что церковь Христова это его невеста. А они ее насилуют. Это насильники. Насильники невесты царской. Вот теперь наказание Майдана и все проще, что сейчас там идет. Я об этом молюсь и спрашиваю Бога, Господи, за что? За отвращение от истины. Я теперь начинаю копать, где истина? Она везде, где нарушение заповеди Божьей. Вот теперь наказание. А за что это Бог допустил? А теперь Господь перекинет огонь сюда, если ему угодно, чтобы выжечь эту заразу. Почему у нас не просят помощить лоб? У нас даже не приходит у батюшки просить в пост что-то молочное, там у ней гастрит, перитонит, там разные глупости. Никогда нет, батюшка заранее говорит. И у нас с этим согласно. Я не имею права, я имею право только возвещать истину. Господь не заповедовал, чтобы мочили лбы, а говорит крещение. И Евнух, и Филипп оба сошли в воду. Евнух, и Филипп, и Христос крестил, а то Иоанн крестил близ Енона, где много воды. А зачем оно много? А то Иордан, он такой мелкий, переправы через Иордан строят. Посмотри, сирийская война была в 73-м году. Захватить переправы. А там, где по колено переправы не надо, танки по дну пройдут. Они лгут на каждом шагу. Самое лживое, что есть, корысть и трусость захватила. Это церковь православная, патриаршая. Такой у меня вопрос, я тоже об этом думал. Вот сейчас, после приезда епископа Сергия, о вас пошла такая слава, вы не хотели бы воспользоваться вот этой возможностью и выйти на проповедь опять же в Барнауле хотя бы? А куда на проповедь? Куда? У себя дома? Здесь проповедь куда угодно в общественные места. Пока нет. Прибытие Сергия сюда с этим не связано. Меня это никогда не трогало. Это не вас трогало, у людей просто, люди с другой стороны посмотрели на все. Ну, если, допустим, что они посмотрят повлиять, я этого против. Это не должно быть. Я даю чисто евангельское. И они все против, тогда нормально. А когда у вас был епископ Сергий, вы наши, меня не трогают. Ни похвала, ни поношение. Это меня не трогает. Через это можно до людей слово донести. Я доверяюсь Духу Святому. Я говорю слово, которое режет, обоюдоострый меч, налево-направо. Вы видели, как я показываю топор, который тащить надо? Таким топором не рубится. Я оттащиваю его на точиле Священного Писания. У меня очень острый топор. Меч обоюдоострый. Слово в интернете везде пишут. Впервые видим, что православные так любили Слово Божие. Мы его любим. И у нас занятия идут по Слову Божию. А эти собирается здесь, есть такое, у нас здесь Дмитриевский храм, и там священники ведут, был ображки, сейчас как раз бывший секретарь Сергей Беляев. Я не знаю, как он ведет, но люди ходили, слышали как. Нормальные, хорошие, о чем рассуждать, о чем у вас сегодня. А сегодня мы рассуждать будем уже тема объявлена о Федоре Михайловиче Достоевском, об его романе идиотом или преступлении и наказания. Знаю, хороший роман. Миронов Евгений отлично играет идиот, лучше не сыграть. Но дальше это что? Все идиоты собрались туда. Мы собираемся у ног Христа вместе с Марией. Ну и Марфа маленько подсуетиться, покормит. Мы Христу. Я говорю священникам, ваша вина в том, что вы взяли борозды от Христа. Вы думаете, что к вам пришли? Когда люди мне задают вопрос, кто бы ни был, я понимаю, я полномочный представитель не президента России, а самого Господа Бога на земле. Я, я, конкретный. Лапкин Игнатий Тихонович. Ой, как вы на себе говорите? Я говорю, а ты слушай. Я разговариваю так с людьми. А ты меня провергай, тогда скажи. Я повторяю еще раз. Господа Бога на земле. А почему? Потому что вопрос вы задали не мне, вы желаете ответ получить от Бога. Правильно я понял? Понял. А как бы я узнал-то? Я уже мысли ваши знаю. Ну вот. А Бог говорит так, глава такая, стих такой-то. Так это не я говорю, Бог. Бог мне открыл, дал память, запомнить, я отвечаю. Мои слова где? Я даже связующие слова теперь стараюсь не говорить. В интернете через контакты заходят, я местописание дал и дальше, а я не понимаю, зачем вы выставили, я больше не отвечаю. Не понимаешь, значит, не рожден, тебе делать нечего. Бог отвечает, и ты не слышишь. А мои слова что? Игнатия учения? А так он не может ничего сказать. Иногда привожу до десяти больше мест писания. Цитирую. Иногда пакетом. Я полномочный представитель Бога на земле. Бог говорит, вы мне свидетели. Свидетелем он меня назвал. Марфирос. Он мне разрешил умереть за него. Дал право. Говорит, нам дано право не только веровать, но и страдать. Я это право получил. И считаем 1,12 Евангелия Тиана. Верующим во имя он дал власть быть чадами Божьими. Власть. Я очень большую власть имею на земле. Быть чадом Божьим. Я сын Бога моего. Я это не просто серьезно принимаю. Я живу этим, я ощущаю этим. Я ложусь спать под его защитой. Выхожу под его и гидаю. Любой плакат выставляю. Что? Место писания. У меня люди приходят иногда. А у меня и Зива над кроватью было выписано. Ты огражден и можешь спать безопасно. Они к себе переписывают. Еще на все на все. Библия на все есть. По этому поводу часто с людьми начинаешь говорить цитатами словом из священного писания. Люди начинают нервничать, волноваться. Да ладно, хватит, давай по-человечески, по-нормальному поговорим. Почему цитаты и Слово Божие вот так раздражает людей? Но он не приготовлен к этому. Я должен с первого дня говорить. Который раздражается и он откинет, а который слышит голос своего учителя Отца Небесного он тренет. Я когда сидел в камере, это камера академиков называлась у нас, 112-е Барнабельское СИЗО 17-1. Это так его прозвали охранники. Мы трое сидели во главе судимых, секретарей, тут кто были, директор рыбокомбината села Мамонтово Сивер Владимир Митрофанович и преподаватель второй группы космонавтов Лозин Анатолий Максимович. Вот мне вопрос задают, а я местописание и что ты еще своих слов нету? Есть свои слова, но они ниже посчину, я после объясню, это слова царя моего. Завтра опять, ну прям надоело, все ты говоришь, это вот, ну говорить-то можешь, видно, что насчитаны, я говорю, вот это и беда моя, что я насчитан, помойка, а не голова. А на третий день они вопрос задают, а я молчу. И что они говорят? Ты ответь нам, что там в твоей книге про это написано? Вот все, третий день, камера академиков на коленях стоит, третий день, вот и все. Я вспоминаю этот Лозин, он кандидат наук, там, математик, и вот, а там кровати, шконки называется, а то он на нижней лежит, а я ему сказал, говорю, антихрос, считай, придет, там, это число человеческое, 666. Ну, я ему написал алфавит, каждая буква, какую цифру обозначает, А1, Б2, Р, Р, Роман, 100, С200, Т300, У400, ну, и все рассказал где-то. И вот с имя его совпадает, но имя может быть двойное, например, Георгий, Иван, или Василий, Никита, двойное может быть, у евреев так это принято. Что ты думаешь? Он выписал все имена у меня из родословной Христом, по Матфею, по Луке, все имена, какие я знал, какие в России встречаются. Все, от Бориса до Владимира. Всех. И на бумагу записал, и приклеил на сетку на второй шконке, а сам внизу лежит, и лежит и смотрит. Вон я проворачиваю цифры. Какое имя, с каким сочленить, и что было 666. Компьютер. Он, кажется, три сочленения нашел. Вообще вещь невероятная. Нашел, и мне показывают. Вот может, такой антихрист, может, такой Александр и придет. Как сейчас антихрист, Александром называется в интернете, фильм стоит, 666. Вот такое дело. Мое дело возвестить истину. Они не принимают. От Христа не принимали, от апостолов не принимали, гнали, били, за город, за ноги вытаскивали. Мне другой пример дам. Подражайте мне, Павел говорит. А люди будут слушать, если вы будете говорить. Узнаете, что ты для них как забавный гуслец. Они приходят, садятся, и твои слова перетолковывают. Павел говорит об этом, гуслец. Заведи это слово и увидишь, как там было. Вот и все. Мне не надо авторитета, не надо людей, мне ничего не надо. Мне задача выполнить волю Божию, быть верным ему во всем. Так иначе бы многие слушали, правильно понимали, у меня в Потеряевке один такой. Я говорю, и ты хорошо знаешь, тысячи людей были. Ну ты знаешь как. Ну-ка садись и сделай. А то главное что, тренер я понимаю, тренер когда показывает как бегать, шайбу забивать, но тренер у шахматиста, так не бегать еще. Так садись сам-то и играю и будешь чемпионом мира. А то у чемпиона мира тренер вообще не понимаю. А Карпов этого Спасского 6-0 высадил. Вот и все. Тренер. У меня тренер Господь. Я у ног его сижу. Знаете, что вот есть такое, есть тоже цитата такая, от многих знаний много печали, умножая по знанию и умножаем скорбь. Вот, то есть. Да. О каком знании? Только один вопрос. О каком знании? Многого знания, это он говорил, размышлял, думал. Вот, я смотрю, змей ползет по скале, ног нету, не сцепляется, скала голая, и он ползет. Ну как это? Да никто этого не знает. Или бросил камнем, или убежал оттуда. А Соломон все думал. Ну как это так? И птица летит в полете. Ну как она? Машет на одном месте, а летит вперед и быстро. Интересно как? Вот, женщины разные, бывает и некрасивая. Но путь мужчины к женщине. Вот с чего начинает эта любовь, эта игра, и переходит в что-то большее. И вот он так и говорит. А вот этого не понимая, перечисляет это, змея, полет, путь мужчины к девице, не понимаю, голова болит, уже думаю, ломаю. Вот набрал тысячу и не могу понять, люблю или не люблю. Надо понять о чем. Вот человек, который изобретал мобильный телефон, Мартин Купер, как он вот такой, огромный телефон был, в сумке, ну что удобно было защищаться от нападающих тогда. И вот он, как первый раз вышел и позвонил, там другая компания этим занималась. Я им позвонил, они говорят, откуда звонишь? Он говорит, с моста Бруклина там или где-то сказал. Я, говорит, услышал, в телефоне зубовный скрежет. То есть, первенство ему отдается, они, они работают и уже успешно работают. Но первый Гагарин полетел, и там у них, в НАСА, зубовный скрежет был. Вот так. Я знаю, откуда это идет. От Лукавого. Им надо, чтобы я говорил. У меня был, я говорю, в Крайовой больнице, меня привезли, там нужно было операцию делать. И Виктор Андреевич, говорит, тут один профессор, татарин, давно уже спрашивает про вас, хотел бы лично встретиться. Я говорю, веди его. Ну, я вышел в коридор, он пришел, поздоровался, веселый, круглоголовый. Вопрос, ответ, вопрос, ответ. Он говорит, а у вас свои-то мысли есть? Я говорю, есть, конечно. Так своими мыслями ответьте. А зачем? Зачем самобытная глупость? Лучше пусть книжная мудрость. О, я думал, вы умный. Я говорю, а я вас сразу узнал. А как вы меня узнали? Так вы в раю еще, к Еве подошли. Вы хотите меня за ограду выбросить, и там меня доконать. А я не вылезу, это ограда Господня. Я внутри нахожусь, я отвечаю Словом Господнем, оно в масле вмещается. Ну, да ладно, я пошел тогда. И ушел. Я вот тогда спрашиваю, Виктор Андреевич, а он дает уже свои характеристики. Я знаю их. Когда Христос сказал, если говорите, говорите как Слово Божие, он имел в виду священное писание, да? Да. Я говорю, и останавливаюсь, и начинаю разъяснять. А я не верю. Вы помните, Вольтер когда был, и сказал, так Филарет тогда еще молод был, дьяконом. И он говорит, уважаемые, в Библии об этом написано. Как написано? Он говорит, 13-й, 52-й Псалом. Написано, сказал, безумец, сердце своем нет Бога. И причина показана, какая. Они развратились, совершили гнусные дела. А тут Екатерина Цариса. Вот так. Или кто там? Ну, я могу имена маленько забыть, там кто-то был. Ну, Глана Вольтер и Филарет. Вот такое дело, брат. Я люблю моего Господа и пропитался словом Его. Я сижу, 53 года у ног его. И Мария уже умерла, а я все сижу. И Марфа про меня забыла, а я все сижу. А Господь мне все новое да новое подкладывает. И 14 блюд разных подносят. Только от апостола Павла от одного приносят и говорят уважаемый. От Павла 14 от Якова одно. От Иоанна три блюда принесли к вам. От Петра два блюда. Жареную рыбу на огне. У меня тоже Господь щедрый. Они знали бы, как мы живем весело, как интересно. Вот видите, ворона подлетела, мы ее сфотографировали, и как-то по-другому выглядит знаменитый шарик. Вы вчера попросили, я вам дал, сидит и стоит на задних ногах. Хороший шарик. А там с Володей идет. Еще не попроси, мигом от нас мы с Володей вчера, я говорю, шарик-то популярный какой. Требует уже по интернету его фотографию. Паспорт выдавать, наверное, заграничный будет. Надо глаза сфотографировать и отпечаток лоб взять. Как в английском посольстве. Вы фильм новый видели, я же поставил. Я уже просмотрел от края до края. Встал, первым делом просмотрел. без пропусков. Хорошая. Особенно мне нравится момент, где я на велосипеде вылетаю из лагеря и там такая модель как тит-ти-ти-ти. Ходят, что попало, летят. Вороны все съедают. Я пошел в Байвер. Ага, все, с Богом. Субтитры сделал DimaTorzok, кино и кино. Ну, мы оттуда. Он каждый день, он любит, ждет. И главное, я не вижу на него, он на меня смотрит. Как только голову повернул, он на цепи, а у него на команду ползи. Он на пузо ложится, передними лапами, задний, сзади вытянет и ползет. А я не подхожу, он разворачивается на пузо и опять ползет. Я тогда говорю, я, наверное, его возьму. Скажи, ты понимаешь, как он соскочит, как он прыгает. И главное, знать, что команда ползи, это которая дверь ему открывает. Я с чем-то выхожу, с чашкой, чтобы никуда не ушел, он падает на пузо и ползет. Ой, умный пел. Я же, мой супер бедный, страдал, и травили его, и ноги ломали, и что-то в семье было. Он говорит, сколько он страдал и травили, и ноги ломали ему. Да, 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 да. Но ведь он живой, и какой он смелый, быстрый, и как он бежит. Были друзья с ним. Так я за ним ухаживал, как я ему ногу складывал, Сережа держал, как я ему выпил лангетки. Это все. А кормил-то, тут уж все увидали, как я его. Самое лучшее. Сметанку ему снимаю. Створожок, чтобы кость рослася. Интересно, когда срослась, он все это оторвал и отбросил. Пошел ты со своим лекарствам, у меня шерсть вылезла тут от вашего лейкопластыря-то. И главное, ошейник порвал с этой, с ошейки-то, и ушел к своей подружке, к Любе Минаевой. Тут мне ничего нет. и говорят, не зря говорят, как на собаке зарастает. И стоишь, за два месяца все, и уже не хромает даже. у кого-то там два-то и не было еще. Месяц, потом 40 дней, это уже совсем. И главное, он иногда бегает, ногу подожмет, цепь задевает, он привык. Это не важно. А до этого, когда он оправляться, главное, ему надо на правую, а левую поднимать не надо, она и так поднята. А он этого не поднимает, на левую встанет, остановиться нельзя, а он тогда на переднее поднимается. Так, подожди-ка. Это сам надо, чтобы зашел. Так, люди, гляди. Вообще, я сколько с собаками не видел такого. До чего умный пес. Когда к вам приходят или говорят, вы маленько с ними построже, скажите, за всякое ложное слово перед Богом отвечайте. Вы в это верите или нет? Откровение 22.17, 21.17, лжец царствия Божия не наследует. Вы им скажите, скажите, вы сами, лично, хотя бы по скайпу, встретите, задайте вопросы, посмотрите видеоролики. Видеоролик, это не фотографии. Ну, кому непонятно. Идет Евтихий, благословляет там, и Сергий, Максим идет, я говорю, благословите наши машины, Максим благословляет. Ну, да-да-да, он там, мало ли еще. Ну, вот, в серьги сидим беседом, еще надо-то от меня дальше-то, еще я должен сделать-то, патриарху поехать. Чтоб патриарх приехал, я заранее сказал, мы его примем по первому чину. Он приедет. Хорошо, хорошо съединить. Ну, ясное дело, мы любим патриарха, любим священников и прочее, но мы любим Господа еще, и при том больше. А любя их, я должен им дать только чистое словесное молоко. Павел пришел как? Ничего не знаю, чем говорит, либо не мудрости проповедуем, кроме Христа распятого. Павел много что знал, а проповедуй только Христа распятого. Я этим занимаюсь, говорю о Христе, которого люблю, который мой друг, который советник мой. Он советником назван, Бог вечности. На проповедь мне нет нужды выходить. Выходят братья, считают златоуста, две проповеди, за одно богослужение. Ваша проповедь никем не заменима. Я сказал это, вот я проповедую там, где никого нет, и где я не дома. Я не хочу нарушать пока свое слово, но я сказал, если вы не будете считать вот проповеди там, штатского там, ну другие, которые, Яна Златоуста, Амброси Медиаланского, Августина, ну то есть тех, которые церковь утвердила, и я выйду на проповедь. Меня никто не отлучал, ни архиерея, никто. У меня право зафиксированное архиереями. И я проповедник, хороший или плохой, но не запрещенный. Но пока они это выдерживают. Бывает иногда нету, ничего не прочитали, я им выговариваю, гляжу, на следующий раз вовсю считают. Пусть считают, учатся, проповедуют. Начал один тут у нас проповедовать, и проповедует, и говорит лишнее. Ну сказали, не надо, пока дома, перед женой, проповедую, а больше не надо. Вот так. Что, все, отпускаешь меня? Да, я файлы говорю, давайте жму сейчас там у вас. Да, кто приходит к вам, вы скажите ваши вопросы, давайте, конкретные. И вопросы как-то щеркните, хотя бы намеком-то, и мне задайте, и я скажу, вопросы отвечаются или нет. Есть вопросы, на которые нельзя отвечать. Есть определенные вопросы. Я не пророк. Я не могу сказать, когда закончится действие Майдана. Я не могу сказать. Я не знаю, когда Христос придет за мной. Сейчас смерти мне не открыты. Когда придет Христос судить мир, я тоже не знаю. А вопрошающим это и знать не надо. Надо принимать все с благодарностью. Зачем искушать все? Уже на все вопросы, как говорится, ответы есть, можно найти на канале. У людей новых вопросов не возникает. Пускай идут на сайт 4124 ответа. Я заранее говорю, таких ответов в интернете нету. Нигде. И отвечу, что их не было написано в книгах никогда и нигде. Их шокирует, то, что я так говорю. Вы опять, я говорю, не я. Вопросы. Нет таких ответов? Нету. Их просто нету. Если знаете, дайте мне знать. Без лукавства, без угождения кому-либо, прямо и открыто, по Библии, с учетом всех канонов, с учетом всех житий, с учетом всех творений святых отцов. Вот 4 условия, которые в моих вопросах заложены. И современность, конечно, к современности все притянуто. Нету ответов таких, просто их не существует. Потому мои ответы на сайте это самое ценное, что у меня есть. Это сокровище, которое дал мне Господь передать людям.